Ребят, всем привет! Меня по-прежнему зовут Бад Чемидов. Если вы смотрите это видео, то, скорее всего, вы на моем YouTube-канале Бад Лайф. Я певец, музыкант, продюсер, шоумен по совместительству видеоблогер. И в этом видео я хотел бы рассказать о музыканте, о человеке, который вдохновил меня на самом начальном этапе моей карьеры. Это, конечно, самый крутой, на мой взгляд, музыкальный продюсер Фарро Уильямс. Фарро Уильямс неординарный и талантливый музыкант, обладатель Грэмми. Его песня «Happy» практически 10 недель была в чарте «Hot Billboard». Он один из самых востребованных музыкальных продюсеров. Работал с огромным дивизионом звезд. Родился Фарро 5 апреля 1973 года в штате Виргиния. И у него есть еще 4 брата. Родители Фарро всегда старались развивать в детях творческие способности, чем оказались сильное влияние на будущую карьеру младшего сына. В школе он научился играть на клавишных и барабанах. В юные годы Фарро Уильямс старался окружать себя людьми со схожими увлечениями. Такого человека ему удалось найти в обычном летнем лагере, куда юного рэпера отправили в 13 лет. Место ему не понравилось, поэтому Фарро решил обзавестись другом по несчастью, чтобы скоротать время. Им стал Чад Хьюга, с которым в 1990 году они организовали группу The Neptunes. Собственные синглы группа Neptunes практически не писала, но они создавали хиты для других. В 19-е год Фарро написал Rump Shaker для коллектива Wrexon Effect. Песня достигла высоких позиций в чартах, а саму Уильямсу дала возможность почувствовать себя неплохим композитором. Карьера молодых музыкантов пошла в гору, благодаря их смелым и оригинальным аранжировкам. В их песнях чувствуется электронный фанк, восточные мотивы и запоминающийся групп. В 2002 году уже востребованные музыканты создают группу N.E.A.D. Если Neptunes больше позиционировался как продюсерский проект, то N.E.R.D. как возможность играть самостоятельно. В 2005 году они создают свой лейбл Star Trek, главная миссия которого — помощь в раскрутке начинающих исполнителей. В этом же году Фаррелл решил заняться сольной карьерой и представил публике дебютный сингл «Can I Have It Like That?». Первый альбом «In My Mind» был выпущен в следующем 2006 году. За два десятка лет Фаррелл Уильямс поработал с огромным количеством мировых звезд, таким как Робин Тикки, Мрай Керри, Snoop Dogg, Джастин Тимберлейк, Джей Зи. Этот список можно продолжать бесконечно. Ну и до сих пор, что больше всего радует, до сих пор в наше время он продолжает каждый год радовать своими новыми проектами, очень удачными, успешными. И, конечно же, продолжает вдохновлять таких музыкантов, как я. Фаррелл занимается защитой окружающей среды вместе с проектом Parley. Деятельность компании сводится к очищению океанов от пластиковых бутылок и переработке их во вторсырье. В свое время сам Майкл Джексон взял у Фаррелла интервью, которое опубликовал журнал «Интервью Магазин». В 2015 году певец выпустил детскую книгу под названием «Счастье». Имя старшего сына, Рокет, было выбрано не случайно. Вдохновением послужила песня Элтона Джона «Рокетмен». Будучи подростком, Уильямс подрабатывал в Макдональдсе. Но недолго. Парень оказался слишком ленив, за что и был уволен. Название группы N-E-A-D представляет собой аббревиатуру от выражения «No one ever really dies». В переводе с английского это означает «Никто никогда не умрет по-настоящему». Свободное время Фаррелл посвящает семье и астрономии. Еще очень интересный факт. На песню «Happy» существует два клипа. Первая версия звучит привычных 4 минуты с небольшим, а вторая целых 24 часа. Ребята, 24 часа! Фаррелл первый, кто решился на подобный эксперимент, чем был отмечен номинацией на премию «Оскар». Музыкант признается, что полностью весь клип не видел. Такой клип, который длится 24 часа, ну не просто так посмотреть. Это целые сутки, надо не вставать с дивана. Фаррелл написал песню, которую она вряд ли кто-нибудь и со временем когда-нибудь услышит. Ее релиз назначен на 2117 год. Композиция так и называется «One hundred years». Но и будущее поколение сможет ее услышать лишь при одном условии, если оно начнет заботиться об окружающей среде. Дело в том, что сингл записан на глиняном диске и помещен в сейф, который боится влаги. Из-за изменений климата уровень мирового океана растет. Если ничего не предпринять, то вода проникнет в сейф и испортит запись. Таковы расчеты Уильямса. Ну что ж, ребят, спасибо большое, что последние несколько минут были вместе со мной. Если вам понравился этот выпуск, обязательно поставьте лайк. Если не понравился, поставьте дизлайк. Я вам разрешаю, ничего страшного. Ну и обязательно, конечно же, оставьте комментарии, о каком музыканте, о каком артисте, о каком творческом человеке вы бы хотели, чтобы я вам рассказал. Я обязательно это сделаю. На связи Батчимидов. Пока-пока, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok